Мне говорят, что здесь у него есть видосы про страшные мультики. Вот это жуткие мультики, ребят? Может, сейчас найдём, что заказать можно будет, а? Давайте глянем. Всем привет, с вами я, Дим. Сейчас, самые жуткие мультфильмы номер один. Давайте глянем, понравится нам этот плейлист или нет. Всем привет, с вами я, Дима. И я тут заметил, что вам очень нравятся выпуски про мультфильмы, а также страшные пасхалки. И я подумал, почему бы не совместить это? К сожалению, страшных пасхалок в мультфильмах нет, но зато есть страшные мультфильмы, о которых я вам сегодня и расскажу. И да, это не совсем привычная для моего канала тема, но я надеюсь, что вы поддержите этот ролик лайком, и тогда я продолжу делать всякие интересные подборки. И начну я, пожалуй, с мультфильма «Кто голоден», который начинается вполне безобидно. Вот едет фургон с мороженым, за ним бегут детишки, наверное, чтобы как-то охладиться. А, это с ютуба мульт. Хай, что можешь сказать об утиных историях? Ну, утиные истории, когда я их смотрел давным-давно, в моем детстве были заебись. ...жарким днем. Однако уже настораживает, что в этом мультфильме черно-белый фильтр, как бы намекающий, что это не совсем детский... Я уже понял, о чем идет речь, о том, что мороженщик это педофил. ...фильтик. Да и вообще события... Педофил-убийца. ...происходит довольно-таки быстро. Вот детишки берут мороженое, а вот уже мороженщик берет этих самых детишек. Далее нам показывают дом мороженщика, вернее, дом маньяка мороженщика. А еще, вернее, Ганнибала маньяка мороженщика. А, о, это да, это я не додумал, хорошо. И да, все именно так. Здоровенный мужик забирает маленьких беспомощных детей к себе домой, а после готовит их в миксере и добавляет к себе в мороженое. Это на самом деле очень напоминает сказку братьев Гримм, в которой также брат и сестра попадают в лес, где находят домик ведьмы-людоедки. Здесь же, как и в сказке, детям удается сбежать от людоеда, и сцена этого самого побега выглядит довольно-таки жестоко. Сначала девочка ломом пробивает голову мороженщику, а после он и вовсе попадает в свой миксер и превращается в фарш. А следующий мультфильм... Норм, норм, норм. ...это Chainsaw Mad. В начале мультфильма нам показывают маленькую девочку, отца и няню. Видимо, девочка осталась в раннем возрасте без матери, и няня помогает отцу в воспитании дочери. Ну и... Блять, они уже какие-то криповые бы, посмотрите. Она похожа на ебанутую яндерри по выражению лица. Не только в воспитании. Пластилиновый секс? Сейчас что, пластилиновые сиски будут? Видимо, если бы не этот стук в дверь, мы бы начали смотреть пластилиновые порны. В конце концов, няня решает открыть дверь и видит там окровавленную женщину. И судя по реакции отца, это и есть мёртвая мать девочки. В общем, женщина заходит в дом и повторяет несколько раз фразу «они рядом». Но герой так и не добивается от неё, кто же рядом, и она просто падает на стол. Хотя не просто, сначала она выблёвывает все свои... Бля, почему никто не заказывает у нас вот такие мультфильмы? Почему? С какими-нибудь русскими субтитрами. Там наверняка на Ютьюбе есть. Почему никто не сделает подборку такой хуйни на русском языке с Ютьюба и не закажет? Вот, блять, было бы же просто охуенно. Внутренность и после падает на них прям лицом. Именно отсюда и начинается самая жесть. Отец подходит к трупу женщины, чтобы узнать, жива ли она или нет. Она, блять... Да, да, она, возможно, сердце она ещё не выпнула, так что всё будет нормально. Выблевала 90% сам. Они короткие, так их можно просто набрать на 2 часа и всё. Ты говорил нельзя, можно на 2 часа набрать. То есть можно, например, заказать 10 разных мультов или сколько там. Например, есть мульт, ждёт 20 минут, да? Вот можно 6 мультов заказать, грубо говоря. Одним выкупом. Само себя. Но та резко поднимается и, как оказывается, она становится зомби. Назовём его как-нибудь хоррор-сборник там. Или сборник, не знаю, что-нибудь такое. Дальше происходит настоящая резня с кишками, кровякой и прочим. Если хотите, можете посмотреть всё это на Ютьюбе. Ну и заканчивается всё тем, что няня убивает всех зомби. Хотя нет, не заканчивается, ведь есть и вторая часть этой короткометражки. К слову, во второй части анимация уже намного лучше. Видимо, сборы дают о себе знать. И начинается всё с того же. Няня заходит к девочке, чтобы напоить её газировкой. И видит, что у девочки умер цыплёнок. Они идут во двор, чтобы похоронить его. А после идёт уже знакомая нам сцена. Это что? Рассказывать, что будет дальше, думаю, нет смысла. Можете посмотреть всё сами. Скажу только то, что здесь есть отсылка на зловещих мертвецов. И да, не сказать об этом я просто не мог. В начале ролика я сказал, что эти подборки будут состоять из страшных мультфильмов. Однако определение страха для каждого своё. Как мне кажется, добавлять мясо, кишки, резню, скримеров и прочую мишуру может любой психически бойной аниматор. Просто посмотрите на это. Блядь, охуенно! Чтоб вы понимали, тут, блядь, 15 миллионов просмотров. Блядь, это круто! Поэтому, как я и сказал, добавлять расчленёнку может любое. А вот затронуть и рассказать о страшной проблеме могут не все. Поэтому в этих подборках будут и просто жуткие, а местами грустные мультфильмы. Знаю, долго объясняю, но лучше объяснить всем за 10 секунд, чем потом читать комментарии. Чё-то я не обосрался, дизлайк. Но сейчас немного о философском мультфильме. Короткометражный мультфильм «Чилдрен» или же «Дети» затрагивает страшную проблему реального общества. Он критикует систему государственного образования и показывает нам, что в школе подготавливают обычных рабов системы. Все дети в мультфильме абсолютно одинаковые. Единственное, что их отличает, это цифры на голове. Этим автор хотел показать, что то же самое происходит и в реальных школах. У детей подавляют индивидуальность и делают их похожими друг на друга, путём разговоров о том, какими они должны быть и какими не должны. Из детей готовят рабов, которые будут работать на государство и будут платить государству. То же самое, кстати, касается и у учителей. Они носят маски с нарисованной улыбкой, что отсылает нас к лицемерию. То есть учителя постоянно говорят нам, учитесь хорошо и всё будет хорошо, но из жизни мы знаем, что это далеко не всегда так. Единственное, кто в мультфильме отличается от остальных, это мальчик под номером 40... Такая банальная идея уже. 483. 44-83 первым подаёт голос, а уже потом это делают и остальные. И даже когда эти самые дети, олицетворяющие общество, встают против системы, они всё равно остаются этой группой, показывающей нам, что человечество вечно следует друг за другом. В конце же мультфильма номер 44-83 смотрит на собаку, пытающуюся пробежать через железную дорогу. Заесть мультфильм нам показывали это трижды, но каждый раз собаку сбивал поезд. Однако в конце мультфильма 44-83 спасает собаку, но погибает сам. Так мультфильм затрагивает сразу несколько проблем. Проблема системы образования, лицемерия и вечно актуальную тему свобода. Ведь как доказали многие философы, абсолютная свобода в человеческом обществе просто невозможна. И в этом мультфильме автор показывает, что как только человек получает свободу, он тут же погибает. Не оценил. Не оценил. Вообще лично, я считаю, что самые страшные мультфильмы были в СССР. Просто посмотрите на это и думаю, мало кто не согласится со мной. Но да ладно, думаю, это заслуживает отдельного ролика. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если хотите продолжение, не забудьте поставить лайк. Также пишите в комментариях, какие мультфильмы мне лучше... Понятно. Ну неплохо, на самом деле. Неплохо. Можно поглядывать этот плейлист. Мне анимация понравилась. А вот в этом мульте, про 14-44-81... Субтитры сделал DimaTorzok... Продолжение следует...